здравствуйте в эфире программа интервью дня алтайский край вступил в пилотный проект по реализации социального контракта для граждан россии на данный момент оказание помощи по социальному контракту носит экспериментальный характер и доступно не во всех регионах о том что такое социальный контракт и в чем его основная задача мы поговорим с министром социальной защиты оськиной наталья владимировна здравствуйте наталья владимировна и так что же такое все-таки социальный контракт кто имеет право на его заключение и что для этого необходимо сделать алтайский край реализует такую практику социального контракта с 2013 года мы ее осуществляли на территории всего алтайского края для семей чей доход ниже установленного прожиточного минимума нужно сказать что почти более двух тысяч человек воспользовались этой поддержкой но особенностью 2020 года является то что вы как правильно сказали алтайский край включился в пилотный проект по линии федерального министерства труда и социальной защиты и нам на эти цели предоставили средства федерального бюджета если раньше это были только средства краевого бюджета теперь еще и федеральный бюджет совершенно верно так что же такое социальный контракт это соглашение между гражданином членом его членом его семьи и органами социальной защиты о том что мы перечисляем денежные средства на преодоление трудной жизненной ситуации гражданина а он обязуется выполнить мероприятия которые ему и позволят увеличить доход его семьи что это может быть это может быть трудоустройство это может быть получение новой профессии и в дальнейшем трудоустройство или открытие создания своего индивидуального предприятия для того чтобы официально его зарегистрировать хочу сказать что с начала года мы уже заключили порядка 900 таких социальных контрактов обязательным условием является это доход семьи ниже прожиточного минимума ну и конечно же личное желание я думаю что для наших телезрителей будет интересно ну на какие же цели да вот все таки на какие цели можно потратить это просто ты можешь потратить на семью но при этом обязуешься да там исполнить обязательства которые вы назвали либо ты должен потратить эти цели как раз на переобучение на создание п и так далее да совершенно верно есть обязательные четкие направления и они предусматривают ряд мероприятий которые должен выполнить человек подписавший такое соглашение но давайте рассмотрим например получение новой профессии переобучения хочу сказать что на рынке сегодня очень востребованы педагоги востребованы медицинские работники и есть люди которые имеют образование но их квалификации недостаточно они бы хотели стать например педагогом психолог логопед или получить фармацевтическую направленность своей деятельности регистратор медицинская сестра вот сегодня это самые востребованные на рынке труда алтайского края профессии и мы прежде когда человек ищет работу или обучается мы проплачиваем стипендию то есть для того чтобы он смог скажем так и доезжать до места учебы получить медицинскую книжку пройти вакцинацию то есть вот диспансеризацию полностью если человек выбирает обучение то соответственно вы помогаете с устройством на в образовательные учреждения конечно выплачиваете стипендию чтобы человеку элементарно было на что доехать и что совершенно верно поэтому хочу сразу обозначить и суммы то есть если раньше средняя стоимость контракта составляла не более 16 тысяч рублей в алтайском крае то сегодня это может быть от 100 до 250 тысяч рублей это уже немножко другой уровень софинансирования наших семей и мы очень рады различным идеям это такие семьи приходят с бизнес-планами со своими наработками чем бы они хотели заниматься то есть подождите наталья владимировна вот если обучение это одна история мы с вами поговорили если человек хочет создать свой бизнес то приходит со своим бизнес-планом то государство и алтайский край могут выделить ему средства на открытие там на начальный взнос на покупку оборудование тогда да да он прописывает что до такого то времени он арендует помещение приобретает оборудование значит предоставляет услуги вот в таком-то количестве и соответственно регистрирует свое индивидуальное предприятие это пекарня это значит сервис парикмахерских услуг это швейная мастерская то есть на сегодня семьи алтайского края могут рассмотреть что для их муниципалитета будет являться важным и значимым и хочу сказать что роль муниципалитета глав здесь очень важна потому что они пишут письма поддержки ходатайства той семьи которая потому что они знают что будет востребовано на их территории вот один из примеров это мебельная столярная которая ну просто это услуги нет в муниципальном образовании и соответственно глава поддерживает мы обязательно поможем этой семье этот контракт будет подписан семья одномоментно получает всю сумму 250 тысяч рублей закупая станки работает да декларирует свои доходы и становится индивидуально что происходит если человек получил сумму но не выполнил условия контракта ну здесь все предусмотрено в рамках действующего законодательства мы действительно это является нарушением потребуется возврат суммы и в случае нарушения но если там послужили какие-то сложные ситуации состояния здоровья мы можем его продлить контракт сказать может заключаться на трех до месяцев до одного года и соответственно здесь мы войдем в положение семьи но если это не какие-то мошеннические действия если никого нет злого умысла а действительно какие-то ну вот такие трудные жизненные обстоятельства самым главным результатом социального контракта должно стать доход семьи увеличился это основная цель мы не гонимся за количеством нам важно качество поэтому составляется программа адаптации семьей что она будет пошагово делать и вкладка каждого члена семьи здесь важен если это развитие личного подсобного хозяйства здесь и дети участвуют и родители может быть даже эта семья и большего состава бабушки и дедушки и соответственно мы поддержим любые инициативы это немножко не те обязательства как по линии развития малого и среднего предпринимательства но вместе с тем это первые шаги к тому чтобы сам семье заинтересованную в своем благосостоянии благополучии мы могли помочь мы могли помочь это такой а только один человек имеет право получить такую поддержку из семьи или к примеру супруга и супруга понимает что хотят открыть свое дело нужно немножко больше денег и вдвоем к примеру подают заявку вот на социальный контракт мы рассматриваем в целом семью в целом домохозяйство поэтому конечно они могут дополнять друг друга мы здесь разобьем на две суммы и все равно не больше 250 да конечно это не не превысит вместе с тем я говорю просто нужно ну изъявить желание и самое главное что мы сейчас вот смотрим что если человек имеет образование но у него нет например какой-то категории водителя он бы хотел управлять автобусом или осуществлять грузоперевозки мы готовы оплатить обучение повышение квалификации водителя то есть здесь все зависит от желания и специалисты органов социальной защиты обязательно подскажут проконсультируют мы здесь подключаем службу занятости чтобы все-таки гарантированно в дальнейшем человека трудоустроить и получать стабильный доход самый важный вопрос какие документы для оформления социального контракта необходимы и куда обращаться в случае если вот гражданин изъявил его заключить ну нужно предъявить паспорт гражданина российской федерации справки о доходах для того чтобы мы определили средний душевой доход за последние три месяца а дальше уже совместная работа семьи органов социальной защиты для того чтобы составить программу социальной адаптации и заключить социальный контракт какую сумму не должен превышать средний душевой доход вот начали на семьи ну на сегодня установлен это 10 203 10 203 рубля поэтому вот если у вас на грубо говоря на трех членов семьи это доход меньше на маму папу ребенка то вы имеете право подать на каждого члена семьи должно приходиться такая сумма если в совокупном доходе это будет свыше то соответственно вы имеете право на ее получение спасибо большое что пришли к нам в студию ответили на наши вопросы спасибо большое на этом наш выпуск подошел к концу смотрите телеканал катон 24 и всего вам доброго